КОЛДОНЫ АФРИКАНСКИХ САВАН Колдуны африканских саван, или что такое зомби? Любая религия стремится стать государственной, и если это происходит, то становятся оправданными любые человеческие жертвы, принесенные в самых кровавых ритуалах. Конечно, только в древности кровавая вера могла быть признана официальной, а существующим ныне культом приходится ограничивать свои аппетиты. Религия Вуду. Вуду означает дух или божество на языке, государственном языке в королевстве Дагомея, которое позднее вошло в состав государства Нигерия, зародилось на обломках древнего государства Бенин, на территории которого сейчас находятся страны под названием Того и Гана. Эти государства располагаются рядом с печально известным государством берег Солоновой Кости, где некогда торговцы живым товаром захватывали рабов, негров вывозили в Америку на острова Вест-Инди, Кубу, Гаити и Ямайку. Сейчас эти признанные центры поклонения религии Вуду, которая также распространена в Новом Орлеане, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чарльстоне, в штате Южная Каролина, а армия сторонников этой веры насчитывает около 50 миллионов человек по всему миру. Вуду уникальное сочетание верований, африканцев, католиков и даже некоторых племен американских индейцев. Ко всему этому нужно добавить еще и традиционную оккультную европейскую практику, но корни Вуду все же следует искать в Африке, и его появление совпадает с прибытием на Гаити большой партии африканских рабов. Этот ужасный период начался в XVI веке, когда Гаити владели испанцы, и переживал рассвет в XVII, когда остров перешел к Франции. Он стал одной из богатейших французских колоний. Рабов обращали в католицизм, однако они, по выражению людей того времени, днем поклонялись Христу и Божьей Матери, а ночью – папе и маме Вуду. Именно католическим влиянием можно объяснить некоторые схожие черты проведения обрядов, использования креста и колокола. Сначала необычная религия рабов забавляла плантаторов, однако затем, по-видимому, произошло что-то страшное, и Вуду запретили. Замеченных в поклонении ложным богам пытали. Ну, ужас какой! Сдирали кожу, четвертовали, хоронили заживо, хозяева превосходили в жестокости самих себя. Однако вера Вуду лишь усилилась. Рабы стали собираться в лесах, а молились прямо за работой. Священные тексты были положены на новые мотивы и стали песнями. Помните, рабы на плантациях, так нам показывают в старых хрониках, собирают тростник сахарный и поют. Вот это и были те самые священные тексты, положенные на новые мотивы. То есть они молились. Европейские работорговцы уже обеспечили плантации нового света рабами с западного побережья Африки и были готовы удовлетворить растущие потребности французов. В тех редких случаях, когда возникали юридические трудности в связи с работорговлей, колониальные власти приводили свой безотказно действующий довод, что рабство – лучший способ обратить африканских язычников в христианство. Так что вы должны понимать, что христианство – это как раз тот самый способ, когда язычников Руси тоже обращали в христианство для того, чтобы их поработить. Множество рабов стали прихожанами католической церкви. При этом они слегка изменили христианские доктрины, приспособив их к собственному темпераменту и нужным, и смешали христианские церемонии со своими религиозными ритуалами. Это сочетание сохраняется и до сих пор, даже сегодня, несмотря на неодобрение церкви. Многие гаитяне исповедуют одновременно и католицизм, и вудду. На Гаэте стекались рабы со всех концов Западной Африки, но большинство принадлежало к племенам, говорящим на языке Йоруба. Эти племена верили в одержимость духами, разлученные с родиной и семьями, перевезенные в ужасных условиях в незнакомую страну. Рабы, тем не менее, сохранили приверженность своим традициям. Они по-прежнему почитали магию и колдовство и помнили о богах и духах предков, которым поклонялись в Африке, что и составило основу для формирования вудуизма на Гаэте. Новая религия стала средством утешения и объединения лишенного корней страдающего народа, поэтому французские власти ее быстро запретили, а тем самым они увеличили популярность вуду и, конечно, усилили ее зловещую мистическую составляющую. Рабство было отличным бизнесом. Вместо тысячи рабов, умиравших во время или после путешествия, доставлялись новые невольники. К 1750 году на Гаэте привозили до 30 тысяч рабов ежегодно. Одно поколение сменяло другое. Тоска по прошлому росла и готовила почву для бунта. В 1757 году на Гаэте началось восстание рабов, которым руководил Макандал, но французы схватили его и казнели. Последующие мятежи ускорили в 1804 году провозглашение независимости Гаэте. С уходом французских колонистов, носителей католической веры, религия вуду стала распространяться повсеместно. Как и в любой официальной вере, в вуду есть сторонники и добра, и зла. Бокоры представляют реальную угрозу для простых людей, не посвященных в тайны обрядов, а хунганы в меру своих способностей защищают тела и души людей от плена адских слуг. Холдуны славятся своей способностью оживлять трупы людей, превращая их в своих рабов зомби. Свои собрания вудуисты проводят в любом помещении, где есть танц-площадка. С самого рождения верующих воспитывают таким образом, что в беседке, так называют место ритуального танца, под барабанный бой и пение произойдет вселение Бога или Духа в тело человека. Вселение изменяет облик человека таким образом, что по поведению, мимики и жестом человека окружающие узнают того, кем стал человек. Например, Агасса, женщина-пантера, вселившись в человека, дарит ему повадки пантеры. Если Папа Легба, солнце, или Метер Каррифор, один из самых главных богов, хозяин четырех перекрестков, охранник ворот, изгородей и входов, без дозволения которого ни один дух не может пройти на землю, известный своим почтенным возрастом, вселился в человека, то тот внешне дряхлеет настолько, что без костыля или трости не может передвигаться. Бога моря покровители рыбаков узнают по характерным движениям, похожим на греблю, вселившуюся Ярцулью, луна или Метреса Ярцулия, богиня красоты, любви, богатства и процветания, супруга Папы Легбы. Узнают ее по изменившимся жестам человека и его плавным движениям, тогда ее опасаются разгневать и задабривают благовониями. Вселившийся Данб-Халак-Уедо это подразумевается Великая Змея, Отец Лоа или Отец Мистеров заставляет тело ползать, шипеть, он лишен речи и поэтому лангаж, тайный язык жрецов Вуду произошел от шипения змеи. Если тело верующего посетит его жена Айда-Уеда, радуга, вестник богов, человек начинает изгибаться подобно радуге. Кстати, пару Данб-Халал-Уеду и Айда-Уеду особенно почитали за то, что на заре времени они научили первых людей продолжать свой роддых и приносить кровавые жертвы, приближаясь к постижению пути змея, то есть мудрости. Вот только Всевышнему Дворцу создателю Вселенной Гранд Мету активно не поклоняются. После творения он ушел в другой мир, поэтому не слышит молитвы и ни в кого не вселяется. Чаще всего в людей вселяются гуярдес, духи кладбищ, похоти, выкапывания из могил, продолжения рода и покровителей детей. У них много имен Нимбо, Гуедди, Нибухо, Барон Самеди, Барон Суббота, День Смерти или Барон Семтьер, Барон Кладбище. Праздник Барона Самеди отмечают 25 декабря в Рождество Христово. Его символ является гроб и фалос. Если он садится на лошадь, то есть вселяется в человека, то цинично шутит, много курит и пьет, а также носит фраг и цилиндр. И бывают случаи не только добрых, но и злых посещений Лоа. Человек может танцевать несколько часов, биться в припадке. Он не испытывает боли при нанесении себе вреда. Ему не причиняет вреда горячие угли или кипяток. Последний факт привлек внимание ученых. Было предпринято несколько попыток объяснить это удивительное состояние. Большинство ученых считает, что ритмические удары барабанов, под которые проводится танец, вводят участников в состояние самогипноза, к которому люди готовятся с детства. Действием управляет жрец, который дает снадобья людям, им приготовленные, в которых очень часто используется черный перец. Поклонники магии Вудду верят в две составляющие человеческой души старшего ангела и младшего ангела. Первый олицетворяет все воспоминания, чувства и разум человека. Второй исполняет функции подсознания. Во время выхода старшего ангела из тела человека на его место вселяется божество, дух или демон. В последнем случае жрец должен сделать все возможное, чтобы выгнать вторгшуюся сущность и вернуть старшего ангела на свое законное место. Поэтому случаи душевных заболеваний объясняются вселением демона. Итак, я закончила первую часть. Еще будет пару частей. Слушайте про демонов, про воду, про духов. Я Таня Карацуба Сиитбурха. Сиитбурха.